24 февраля в Суходоле впервые прошел открытый кубок по армспорту памяти талантливого, честного и сильного человека Алексея Мироненко. Участниками турнира стали спортсмены из восьми точек на карте нашей губернии, а также Оренбургской и Саратовской областей. Для многих из них наш земляк был коллегой и другом. Я знаю Алексея Мироненко с 2004 года. Мы боролись с ним в одной весовой категории, когда-то в 65 кг. Для меня это была очень неожиданная, трагическая новость, которую я узнал не так давно. Это был целеустремленный спортсмен, любящий свое дело, много еще из дел, которые для нашего вида спорта и вообще железного спорта в целом. Царство небесное, мой вечный памятник. Призер чемпионатов России по армлифтингу и армрейтлингу. Многократный победитель и призер областных первенств по грибому и армспорту. Алексей Мироненко трагически ушел из жизни 21 апреля минувшего года. 19 февраля. Ему исполнилось бы 50 лет. Спасибо большое, что приехали. Мне трудно говорить. Я знаю, многие очень близко были знакомы с Алексеем. Многих я знаю, многих я не знаю. Я думаю, что вы будете каждый год приезжать, чтобы память была его живой. Турнир памяти нашего земляка проходит по инициативе его семьи и спортивной общественности. И обязательно станет доброй традицией. Кубок Алексея Мироненко. Это первый кубок. Я надеюсь, что у этого кубка будет замечательное продолжение. Планов привлечь более молодое поколение, так как хотел Алексей, для того, чтобы развивать этот вид спорта не только на территории Северского района, но и в других регионах. Вам сегодня без травм получить удовольствие от борьбы, ну и, соответственно, победить сильнейший. В ходе церемонии открытия пятерым участникам турнира были вручены значки отличия кандидатов в мастера спорта и зачетные книжки. А затем стартовали настоящие поединки силы, в которых никто не хотел уступать сопернику. По общему решению, соревнования шли от легких категорий к более весомым. Сначала левой, а затем правой рукой. Все для того, чтобы участники не остывали. Чем ближе к финалу, тем ярче и громче были поединки. И настоящий мастер-класс в этом показал титулованный гость из Тольятти Вадим Кузнецов. Испытать свою силу смогла и прекрасная половина человечества. Светлана Мироненко показала себя достойным продолжателем дела супруга. В финале этого насыщенного дня были награждены победители и призеры в четырех весовых категориях среди мужчин и абсолютной категории среди женщин. А в общекомандном зачете бронза досталась гостям из Шелтолинского района. Серебро в команде Сельгьевского. Кубок памяти Алексея Мироненко завоевала сборная города Самара.